Добрый вечер. Итак, это послесловие к новостям. Несмотря на то, что на дворе конец мая, можно сказать, лето в разгаре, может быть, уральское, но тем не менее, сегодня говорим об отпускном сезоне 2016, где отдыхают и собираются отдыхать свердловчане. Я представляю гостю нашей студии, члена Уральской ассоциации туризма, Мария Галкину. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вот за год подвели итоги отпускного сезона в прошлом году, теперь стартовали в этом. Насколько поменялась карта отдыха свердловчан, если в крупную направление, страны, куда поехали? Начнем с того, что снизился интерес к Северной и Западной Европе. Как все знают, продолжается запрет на отдых в Турции и Египте. Сейчас просматривается интерес по направлению к странам Центральной Европы, ну и, безусловно, российские направления. Если говорить про российские направления, давайте про родное пока. Действительно, наш юг, ну, как говорят многие, позиционируют, мы слышим наших руководителей, что наш юг должен быть дешевле, чем заграничный отпуск, отдых. Это так? На самом деле здесь возникают разные ситуации, и связано это с тем, что появился очень большой спрос на российское направление, на наш юг, на наше побережье. Здесь возникают ситуации конкурентной борьбы уже между непосредственно туроператорами. И в ряде случаев, конечно, возникают такие ситуации, что стоимость тура к нам на юг, она, ну, не сильно разительно отличается от иностранного заграничного отдыха. А Краснодар и Крым конкурируют здесь? Борются друг за другом? Да, конечно, они борются друг за другом. Крым в данном случае выступает с более низкой ценовой политикой для того, чтобы привлечь непосредственно сейчас туристов к себе. А качество как там? Качество, они работают над качеством. В этом году уже значительные улучшения. Те, кто уже съездили, вернулись, они очень довольны сервисом. Если говорить про то, что не только россияне, что называется, страдают, да, у многих в прошлом популярных стран наверняка сократился трафик туристов, значит, соответственно, и поток денег. Как-то здесь туроператоры идут навстречу? Конечно, безусловно, это туроператоры ряда стран, таких как Болгария, Греция и Кипр, которые, безусловно, в этом сезоне показывают значительный интерес и рост от наших российских туристов. Здесь как раз учитывается очень грамотная ценовая политика, пересматриваются продукты на уменьшение продолжительности туров. Присоединяются к нам горожане и задают вопросы по телефону 222-0041 и спрашивают, а если не ехать на юг, то какие направления российские, внутренние, тоже сегодня популярны? Вот Алтай, например, спрашивают, нет? Да, на самом деле, помимо пляжного направления, в этом году очень актуальны российские направления, такие как Москва, Питер, Казань, Алтай в том числе. Есть ряд интереса к озеру Байкал. На самом деле, на сегодняшний день каждый регион Российской Федерации занимается развитием собственного внутреннего туризма, разрабатывает интересные новые маршруты для того, чтобы привлечь как российских, так и иностранных гостей. Я думаю, сейчас для всех не секрет, что очень повышенное внимание со стороны иностранных туристов именно к российским достопримечательностям, объектам, и это в том числе еще связано и с курсом рубля по отношению к валюте. Но то, что он все-таки снижается и у доллара, и у евро, это как-то сказывается на то, что люди меняют, например, направление и вдруг все-таки идут или едут за границу? Ну, сейчас на самом деле это сказывается положительно для иностранных, непосредственно принимающих сторон. Здесь как раз-таки, повторюсь, Болгария, Кипр и Греция, которые могут варьировать на этой разнице между турами в Сочи непосредственно и на побережье, на греческое побережье. Вы сказали про то, что регионы сами тоже встраиваются в эту конкурентную борьбу. Людмила Николаевна спрашивает, если остаться дома здесь, в Екатеринбурге, куда посоветуете съездить? Да, на самом деле наш регион Уральский, в частности Сырловская область, обладает огромным туристским потенциалом. Это показывает последние месяцы развития туризма. Здесь очень активно включаются местные туроператоры и федеральные туроператоры. Мы с прошлого года занимаемся развитием проекта «Самоцветное кольцо Урала» на территории нашей Сырловской области. По сути, он основан на турах выходного дня. И самое интересное и уникальное заключается в том, что это маршруты, которые осуществляются на регулярной основе. Что это такое? Это любой желающий может, по сути, свой выходной день провести с пользой и интересом, не собирая при этом с собой большую группу людей, как обычно у нас раньше складывались все экскурсионные маршруты. Сейчас, согласно графику заездов, любой желающий может выбрать тот или иной маршрут и поехать по определенной стоимости, по определенному экскурсионному маршруту, независимо от количества людей. Главное, чтобы с погодой повезло. Погода радует. Пока да, и дай бог. Иван интересуется, чувствуете ли вы, что государство применяет все-таки какие-то меры для регулирования цен, например, на отдых в Крыму? Ну, что касается регулирования цен, сложно комментировать. Я совершенно четко вижу, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры. Наверное, это самое основополагающее при развитии внутреннего туризма, это улучшение качества инфраструктуры. Если будет хорошее развитие аэропортов, дорог, каких-то объектов культуры, реставрации, то, безусловно, придет бизнес, придут туроператоры, которые готовы будут привозить людей и показывать все в лучшем качестве сервиса. Алина спрашивает, те страны, которые вы назвали, она так понимает, что там отдых дешевле, а все-таки будут ли от вас какие-то подсказки, на чем еще можно сэкономить, выбирая тур? На самом деле, основная экономия, как показывает практика последнего времени, это продолжительность тура. То есть люди не хотят снижать качество оказываемого сервиса, они готовы немножечко сдвинуть сроки своего тура. И, как показывает основная практика, те, кто ездили на 2 недели, сейчас снижают до 10-11 ночей, те, кто ездили на 10, снижают до недели. В принципе, есть такая тенденция, как экономия на уровне звездности отелей, но это в гораздо меньшей степени, потому что все-таки уровень сервиса в определенной степени начинает снижаться. Ну и люди, когда привыкают, наверное, им все равно сложно от этого отказываться. Я думаю, что да. Но и от кошелька это, безусловно, тоже зависит. Спасибо вам огромное. Желаю, чтобы этот сезон был для вас в том числе успешным. Я напомню, что в нашей студии была член Уральской ассоциации туризма Мария Галкина. Спасибо и до новых встреч. Спасибо.